итак добро пожаловать в наше завершающее завершающее видео я создаю отдельный файл и уже на отдельном файле я буду дорабатывать свою руку потому что буду уже строить какую-то готовую композицию итак смотрим у нас есть какие-то открытые объекты это наши изгибы да мы рисовали изгибы просто карандашом и это просто открытые контуры их я закрою с помощью плагина давайте нарисуем сначала фаланги да у меня здесь мои фаланги и нарисуем дополнительную тень у нас была тень только с помощью карандаша с помощью контура а я хочу нарисовать с помощью меж делаем белый и по центру ставим тень эффект умножения или затемнение основы уже как вам больше нравится будет на правду и копируем и ставим это этот объект это тень на все остальные наши фаланги немножко редактировать а где-то прозрачность уменьшаем так вот у нас уже в принципе что-то вырисовывается сейчас сделаем тень на нашей ладошке принцип точно такой же делаем меж и впоследствии даем ему эффект затемнения так с помощью плагина он бесплатный фристок мастер мы открыл закрываем точнее сейчас нам предложит вот экспон delete и join а у нас кривые да поэтому мы делаем экспант то есть я знаю что просто карандашом нарисованные линии можно объединить можно удалять удобный плагин помогает скажем так ускорить работу и так вот наша рука примерно готова я понимаю что это не какой-то идеальный вариант но в принципе мне нравится и так я сейчас эти кривые хочу сделать их группу так мне мешается меж ладно сгруппируем вот это то есть я хочу немножечко уменьшить прозрачность чтобы они так сильно не выделялись выделялись группируем их и уменьшаем прозрачность примерно таким вот образом все все разблокировываем и делаем вот эту руку можно принципе вообще удалить и группируем делаем один объект теперь давайте устраивать уже готовую композицию от зеркалим и нарисуем четки помните да у нас тут была наша бусина берем ее сначала нарисуем просто карандашом а далее уже будем ставить сверху на это бусины но Продолжение следует... Продолжение следует... То есть я немножечко поменяю градиент. Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь ставим их на нашу нитку. Продолжение следует... Вот такие четкие у нас получились. И давайте нарисуем рукава, чтобы уже как-то закончить нашу композицию. У нас обрезанные руки не очень хорошо. А вот обрезанные рукава будет нормально. Мы нарисуем сейчас один рукав и просто его скопируем. Также мы будем его украшивать с помощью миш. Уберем какой-нибудь цвет. Так, ставим сетку. И начинаем делать то же самое, что и делали с рукой. То есть потихонечку придавать объем. С помощью цвета, блика и тени. Так. Продолжение следует... 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 Вот такие рукава у нас получились. Давайте нарисуем тень под рукавами. Конечно, где-то уже можно обойтись обычным градиентом, не обязательно миш, но я исхожу из того, что мы просто практикуемся, поэтому будем все рисовать с помощью миши. Какие-то финальные точки мы сейчас дорабатываем. Продолжение следует... У нас, Витя, есть открытые объекты, это моя линия под четками. Выделяем ее и разбираем. Еще что я хочу... Давайте дадим тень, задние бусины, чтобы они различались. Ctrl-C, Ctrl-F. Я скопировала их. Придадим просто серый цвет. Я не буду их уже перекрашивать. Я просто сверху наложу эффект умножения. Так, и по центру я тоже сделаю тень, возьму бусины, скопирую их, окрашиваю их в серый и дам эффект умножения. И поставлю под бусины. В принципе, на этом можно остановиться. Всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok